СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ СМТВ предлагает вашему вниманию обзор второго этапа гоночной серии Носкар Некстель Кап. Гонка называется Auto Club 500, она прошла 25 февраля на трассе Калифорния Спидвей в местечке Фонтана, штат Калифорния. Дистанция гонки 500 миль, как и в Дайтоне, 250 кругов предстоит преодолеть пилотов, но сегодня это будет уже совершенно другая гонка, нежели та, которая была на первом этапе. Общий зачет после единственной прошедшей гонки на ваших экранах, сейчас Кевин Харвик как победитель Дайтона 500 лидирует в чемпионате, остальная расстановка примерно соответствует результатам первой этапа сезона. По мнению многих пилотов, именно с Калифорнии начинается настоящий сезон, где пилоты уже думают о высоких финишах, думают об очках, о том, чтобы после 26 гонок оказаться в числе первых 12 в общем зачете и бороться за чемпионский титул. Конфигурация трассы сейчас на ваших экранах, длина ее 3,2 километра, угол наклона в виражей в поворотах 14 градусов. И стартовая решетка сейчас на ваших экранах. Джефф Гордон выиграл свой 56-й пол накануне, рядом с ним будет стартовать Кейси Кейн, который выиграл на этой трассе последнюю гонку, которая состояла здесь в августе. Герои Дайтона 500 Марк Мартин и Кевин Харвик уйдут в бой со второго ряда стартового поля. Ну а обратите внимание, что Хуан Пабло Монтоя показал свой лучший квалификационный результат в Носкар. Он будет стартовать сегодня с 9-го места. Мэтт Кенсет, номер 17, который стартует сегодня с 13-го ряда, выиграл эту гонку в прошлом году после того, как у лидирующих Тони Стюарта и Грега Бифла отказали двигатели за 36 и 15 кругов до финиша, соответственно. Сегодня также на двигатели будет особая нагрузка. Здесь уже нет никаких рестрикторов и двигатели объемом 5,9 литра, которые выдают за 800 лошадиных сил, будут разгоняться до 9,5 тысяч оборотов в минуту. И максимальная скорость здесь достигает 210 миль в час. Хуан Пабло Монтоя очень активно действует и выходит на внутреннюю траекторию, пытается отыграть несколько позиций перед первыми поворотами. Тем временем Кейси Кейн выходит в лидеры, он атакует по внешней траектории Джеффа Гордона и захватывает лидерство. Также Кевину Харвику удается очень хороший старт, он прямо следом за Кейном. Сзади уже в три ряда идут пилоты на первом круге этой гонки. Тони Стюарт традиционно очень активно начинает пытаться сразу приблизиться к лидирующей группе. Хуан Пабло Монтоя тем временем не пропадает из кадра, он едет сейчас по внешней траектории. Очень важно для колумбийца, конечно, уметь правильно распределять силы по ходу дистанции, уметь правильно работать на рестартах, на холодных шинах и на длинных дистанциях, также беречь резину, в общем, много-много-много чему предстоит Хуану Пабло Монтое учиться по ходу своих выступлений в Носкар. После первого круга Кейси Кейн лидирует, он получает, напомню, пять бонусных очков за то, что лидировал в этой гонке уже автоматически. Джефф Гордон теряет места, пропускает он Клинта Бойера уже на четвертую позицию, откатывается четырехкратный чемпион. Мартин Труикс за ним, Тони Стюарт, здесь нам показывают Джимми Джонсон, Карл Эдвардс, очень-очень плотно идут пилоты. Пол Минард, машина номер 15, салатового цвета, сзади пробовал, также в три ряда идут, даже едва нет контактов на выходе из четвертого поворота. С машины Джуниора, наблюдаем мы за ходом борьбы, Джуниору, как и Тони Стюарту, как и Курту Бушу, как и Джимми Джонсону, очень важно провести хорошо сегодняшнюю гонку, потому что они потеряли много очков в Дайтоне, попали в аварии и в финишных протоколах были в конце. Вот сейчас бок о бок Джуниор идет с Хуаном Пабло Монтой, Монтой потихонечку теряет позиции, но это все вполне закономерно, потому что квалификация это совершенно одно, когда ты находишься один на трассе, у тебя есть два быстрых круга, чтобы пройти их настолько хорошо, насколько ты можешь, и совсем другое, ехать вот так, как вот вы видите сейчас, идут пилоты в два, в три, а на прямых иногда даже и в четыре ряда, когда нужно слушать споттера, очень-очень внимательно действовать на протяжении всей гонки. Трек был построен в 1997 году Роджером Пенске, в том же году сюда приехал на Скар, с 2004 года Калифорния Спидуэй два раза в год принимает этап в феврале и в августе, когда гонка сначала начинается при солнечном свете, а заканчивается уже при искусственном освещении, и та гонка, учитывая, что она является предпоследним перед началом погони за кубком, чейс Фоденексталькап так называемым, очень-очень важна и трудна для пилотов, но это будет только через несколько месяцев. Немножечко растягиваются по трассе сейчас пилоты, Кейси Кейн лидирует, Кевин Харвик следом за ним, дальше Клинт Бойер, Джефф Гордон, и Гордон вот уже проходит его тезка Джефф Бартон, вот вы видите сравнительные скорости, у них ну практически одинаково они идут, нужно сказать, что здесь самым важным является как можно лучше выйти из поворота, чтобы на этих длинных прямых иметь лучшую скорость, и может быть не так важно поздно затормозить, сколько именно раньше разогнаться, и тот пилот, у которого лучшая машина работает на выходе, здесь всегда проводит хорошую гонку. От кого можно сегодня ждать высоких результатов? Традиционно все пилоты команды Рауш Рейсинг поступают здесь очень сильно, Мэтт Кенсетт, Грэг Бифл, Карл Эдвардс, вот от этих людей можно ждать высокого результата, естественно Кейси Кейн победитель последней гонки в Калифорнии, Джефф Гордон единственный пилот, побеждавший здесь более одного раза, а именно три, Дейл Эфферт младший при определенных обстоятельствах, возможно, очень хороша у него была машина здесь в прошлом августе, Марк Мартин, несмотря на то, что он как раз ушел из Рауш Рейсинга и очень хорошо всегда здесь выступал под машиной номер 6, но и нынешняя его машина номер 0.1 команды MB2 Motorsports, также здесь всегда хорошо выглядела под управлением Джо Немичика, Немичик мог выиграть эту гонку в 2005 году, но тогда подвел мотор. Мартин в прекрасном настроении находится после Дайтона, несмотря на то, что он ее проиграл и готов продолжать борьбу. Снова нам показывают Джеффа Гордона, вот видите вы, что до 150 миль в час здесь снижается скорость, это самая медленная точка трассы, но еще на относительно свежих шинах. И вот первая авария, первая авария у нас здесь Джейми Макмюррей столкнулись, Рид Соренсен, и похоже, что Скотт Риггс, сейчас будем смотреть повтор, да, у Макмюррей машина, ну, видимо, уже не подлежит восстановлению, сложно будет ему вернуться на трассу и много кругов он потеряет. У Соренсена также проблемы Рид Соренсен, молодой пилот, мог выиграть как раз последнюю гонку здесь в Калифорнии, но у него кончилось топливо за 2,5 круга до финиша, и тогда он вынужден был сойти, Кейси Кейн, как я уже говорил, одержал победу, и сейчас вот Рид Соренсен попадает в аварию, такую неприятную. Смотрим, с кого все началось, Скотт Риггс, позади Дэвид Ройтиман, и здесь случился вот тот самый прием, который часто бывает на скоростных треках, аэролуз, когда позади идущая машина приближается слишком близко к машине, которая идет впереди, задний мост теряет сцепление, а в это время газ открыт как раз на максимум, и начинается занос, пилот не успевает в любом случае его почувствовать, потому что он начинается очень медленно, плавно, и обратное движение руля уже не спасает, и машина теряет управление. Вот так вот здесь все началось со Скотта Риггса, он достаточно сильный был удар лобовой практически в стену, но не очень высокая скорость, и Рид Соренсен, ему уже некуда было деваться, он находился на внешней траектории, и никак не мог избежать столкновения. Еще раз смотрим повтор. Да, вот несмотря на то, что не было контакта, скорость была очень высока, газ у Скотта Риггса был открыт на полную, ну и задние колеса его машины потеряли сцепление с трассой, и он уже ничего, ничего не смог поделать. Шестой круг гонки, первые желтые флаги у нас, и сейчас могут начаться уже тактические игры, кто-то может заехать, менять шины и дозаправляться, кто-то может остаться на трассе, чтобы бороться за позиции, и вот первые девять пилотов решили не останавливаться. Ну, это объяснить можно тем, что все стараются следовать за лидером, и рискуют обычно те, кто находятся подальше. А для чего все это делается? Дело в том, что если долгое время не будет желтого флага, то те пилоты, которые сейчас остановятся, они получат преимущество. Но если желтый флаг будет достаточно быстро, то ничего не потеряют те, кто не остановились, и все, в общем, вернется на округи своя. Марк Мартин выходит из питлейна первым среди тех, кто заезжал. Ну и вот здесь, видите, самый-самый широкий питлейн на трассе Калифорния спидвейн среди всех треков, что принимают на Скар. 55 миль в час, как и в Дайтоне, ограничение скорости, никакого автоматического лимитатора, напомню, на этих машинах нет. Переносимся мы на 22-й круг. За это время случился еще один желтый флаг из-за сгоревшего мотора на машине Мартина Труекса-младшего, который несколько мгновений назад шел на пятом месте. Многие из тех пилотов, которые не останавливались во время желтого флага, сделали это во время второго желтого флага. Лидером у нас, поэтому сейчас является Кайл Буш. За ним идет Мэтт Кенсетт, и только что Дейл Энджетт-младший атаковал Дэнни Хэмлина за третью позицию. Хэмлин идет на четвертом месте. Для Кайла Буша это очень удачный трек. В 2005 году, два года назад, он выиграл здесь пол, став самым молодым победителем квалификации за всю историю Носкара. А в том же году, в августовской гонке, он стал и самым молодым победителем этапа Носкар, также за всю историю. В три ряда идут пилоты на задний прямой после рестарта. Кевин Харвик пытался атаковать своего партнера Джеффа Бартона по внутренней траектории. Справа были Элиот Седлер и Кейси Кейн. Кейн потерял лидерство за время этих пидстопов. Не очень быстро его обслужили. Но вся гонка еще впереди, и у него достаточно времени для того, чтобы вырваться вперед. У Дейла Энжерда-младшего очень близко идет машина. Он уже догнал Мэтта Кенсета. Но вот такой ранний отказ двигателя у его партнера Мартина Труикса может для него быть тревожным знаком. Потому что гонка очень длинная, моторы работают на пределе. И поскольку Труикс и Джуниор партнеры по команде, и, соответственно, двигатели им готовят одни и те же люди. Тим Радио мы сейчас слышим. Интересный момент, что в Носкаре все коммуникации между пилотами и их капитанскими мостиками открыты. Как для судей, так и для болельщиков, так, естественно, и для соперников. И поэтому ничто невозможно скрыть. Слева в кадре, вы видите, идут обсуждения на капитанском мостике номер 8. Возможно, как раз о ситуации с двигателем. Как работает мотор у Джуниора. Пытаются выяснить, можно ли что-то сделать, хватит ли его на всю дистанцию. Снова борьбу в три ряда. Мы наблюдаем Эллиот Седлер. Справа Робби Гордон посередине. Стирлинг Марлин сейчас на внутренней траектории. Джефф Гордон пытается протиснуться в середину. Позади был Тони Стюарт. А впереди, впереди по-прежнему Хайл Буш. И первые 10 пилотов идут на примерно одинаковом удалении в полсекунде друг от друга. Очень-очень плотно, вот как раз в этом участке, в районе 30-х мест идет борьба. Потому что потенциально быстрые машины оказались среди медленных. И они атакуют, они прорываются. Продолжается гонка на трассе Калифорния-Спидуэй. Мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь на нашем канале. Продолжается обзор второго этапа на Скар на канале Семь ТВ. Мы переносимся на 158-й круг. И наблюдаем достаточно редкое явление. Пидстопы под зеленым флагом. Последний раз Пискар появлялся на трассе примерно 40 кругов назад. За это время у большинства пилотов уже подошло к концу горючее. И они заправляются. Только что были проблемы у Марка Мартина на пидстопе. Нужно сказать, что когда гонка продолжается, пидстопы гораздо ответственнее. Ответственнее как и для пилота. Потому что выезд и въезд считается, идет гонка. И каждая сэкономленная десятая превращается в десятую на трассе. Также и для механиков. Потому что максимум, что они могут потерять при пидстопе за Пискаром, это оказаться в конце по позициям, но не потерять время. Здесь же теряется каждая секунда. И потом это все очень-очень сложно будет отыграть. Из важных событий. За то время, пока мы отсутствовали, нужно отметить, что у Джуниора все-таки отказал мотор. И он после этой гонки будет на 41-м месте в общем зачете. Это худшее начало сезона для самого популярного пилота Носкар за всю его карьеру. И также отказал двигатель у Кейси Кейна. Не сможет Кейн выиграть вторую гонку подряд на этой трассе. Очень важный момент случился сейчас. Тони Стюарт превысил скорость на выезде из пит-лейн. И поскольку пидстопы проходят под зеленым флагом, ему нужно будет на следующем круге вернуться на пит-лейн, проехать его без остановки. Таков штраф за превышение скорости. Тони Стюарт сигнализирует рукой заде идущему гонщику, Клинту Бойеру, то, что он будет снижать скорость и заезжать на пит-лейн. Это практически обязательный жест для того, чтобы позади идущие гонщики обходили того, кто заезжает по внешней траектории, и были готовы к тому, что пилот, который направляется на пит-лейн, резко сбросит скорость. Справа на ваших ранг Джек Бартон, который пролидировал пару кругов и в свою очередь заезжает на плановую остановку. В это время лидером становится Грег Бифл впервые с начала гонки. И Грег Бифл во время прошлых серий пит-стопов также ему удалось оттянуть, и поэтому его пит-стоп будет через несколько кругов позже. Видимо, как обслуживают Клинта Бойера. Обратите внимание, всего 7 человек могут обслуживать эту здоровую машину. Вручную здесь все делается, кроме, естественно, гайковертов. Вот у Кевина Харвика сейчас плановый пит-стоп. Успешно все проходит. Кевин возвращается на трассу и будет продолжать борьбу за победу в этой гонке. Будет бороться за то, чтобы стать ни много ни мало всего лишь четвертым пилотом в истории, которому удалось выиграть первые две гонки сезона. Возвращаясь к ошибке, которую совершил Тони Стюарт, нужно сказать, что она очень обидна будет для него, потому что до этого он как раз заезжал на плановую остановку лидером этой гонки, и очень быстро шла его машина. А сейчас до конца остается уже менее 90 кругов, и возможно, что Тони Стюарту уже не хватит времени, чтобы вернуться в лидеры. Грега Бифло нам показывают машину номер 16. Форд команды Рауш Рейсинг. Лидирует он сейчас, но ему предстоит уже явно пит-стоп на этом круге. Передняя левая шина не выдерживает, и на самом последнем издыхании, можно сказать, направляется он к своим механикам, чтобы получить комплект свежей резины, максимально заправиться, и за счет того, что вот так вот затянул свой пит-стоп, может быть, приблизиться к лидерам. Обратите внимание, вот Хуан Пабло Монтоя только что на бегущей строке, он идет на 16-й позиции, достаточно уверенно для новичка проводит он эту гонку, держится стабильно в середине пелетона, не откатывается, не теряет темп, не совершает ошибок. За лидерство тем временем слева на ваших экранах, бок о бок идут Джефф Гордон и Мэтт Кенсетт. Это старые соперники. В прошлом году у них было два столкновения, и первое из них случилось в Бристоле, там за пять кругов до финиша. Мэтт Кенсетт не рассчитал дистанцию до Джеффа Гордона и лишил того финиша в первой пятерке. Гордон полез с кулаками на Кенсетта после финиша. Но потом, уже в июле в Чикаго, когда до конца оставалось совсем немного кругов, около пяти, по-моему, и там Кенсетт лидировал, Гордон его догонял, имел машину быстрее, и был контакт, и уже тогда Кенсетт потерял эту гонку. Сказал откровенно, что это был ответ за Бристоль, но он не держит зла на Джеффа, потому что это гонки, и в том числе такое случается. Тони Стюррта нам показывают, он сейчас изо всех сил пытается наверстать упущенное, наверстать тот практически потерянный круг, который ему стоил наказание за превышение скорости. Замедленный повтор, что здесь мы видим? А, вот мы как раз видим тот прием, из-за которого случился первый желтый флаг в этой гонке, Аэролуз, но Бифло предупредили, что Стюрт сзади, он гораздо быстрее, Грег сбросил скорость и отдал внутреннюю траекторию. С Хуаном Пабло Монтои бок о бок сейчас Тони Стюрт, также он гораздо быстрее, ну а для Монтои это будет хорошей возможностью научиться, как топ-пилоты Носкара входят в повороты, как они разгоняются, и вот так наблюдать со стороны за одним из лучших гонщиков для Монтои, безусловно, будет очень полезно. На 27-м месте в настоящий момент идет Хуан Пабло, информацию про него нам сейчас показывают, на 8-м месте максимально он был, но это было после первого круга, и самое низкое, куда он опускался, было 34-е, то есть в целом в середине проводит Хуан Пабло эту гонку, но если брать результаты его партнеров по команде, то Соренсен, мы помним, вообще попал в аварию в самом начале, Дэвид Стрэмми находится сейчас чуть-чуть впереди Хуана Пабло Монтои, но это совсем немного, на 3 места впереди, так что Хуан Пабло очень-очень достойно проводит сегодняшнюю гонку. Непростую гонку с точки зрения резины прежде всего, не так много тут желтых флагов, трасса скоростная, и нужно уметь беречь резину таким образом, чтобы топливо кончалось до того, как одна из покрышек начнет спускать воздух. Ну, нужно сказать, что Хуан Пабло очень быстро прогрессирует, потому что первый его опыт на скоростном треке, где также по гонке было немного желтых флагов, был Техас, Буш серии первой лиги Носкар в конце прошлого года, и там у него была совершеннейшая катастрофа с шинами, постоянно ему приходилось заезжать, чтобы менять покрышки, гораздо раньше, чем заканчивалось топливо. А сейчас у Хуана Пабло все в порядке с износом шин, и идет он по силе машин команды Чипа Геннесси в этой гонке. Курта Буша нам показывают, Буш имел одну из двух быстрейших машин в Дайтоне 500, но столкнулся с Тони Стюртом, когда до конца оставалось уже менее 50 кругов. Но и в этой гонке у Буша очень неплохо подготовлена машина, что, безусловно, прогресс для команды Пенски, которые на вот таких вот трассах не очень хорошо выступали. Ньюман следом позади, и его партнер, и это лишний раз подтверждает то, что очень хорошо готовы сегодня номер 2 и номер 12. Идут они в районе первой десятки, 12 и 14 места. За четвертое место борются сейчас партнеры по Ричард Чилдерс Рейсинг, Клинт Бойер и Джефф Бартон. Бок-обок они идут. Трасса здесь, вы видите, очень широкая, позволяет бороться всю гонку. Бок-обок на разных траекториях. Позиции команды Ричард Чилдерс Рейсинг сейчас на ваших экранах. Четвертый, пятый и шестой идут все три пилота Ричарда Чилдерса. Это очень хорошие результаты. И вообще говорят про эту команду, что она сейчас сильнейшая в Носкар. И Харвика, и Бартона, ну, Бойера в меньшей степени, он все-таки всего лишь второй полный сезон проводит. Их рассматривают как реальных претендентов на чемпионский титул в этом году. Впереди по-прежнему Мэтт Кенсетт и Джефф Гордон. Джимми Джонсон на третьем месте. И вот как раз позади идут пилоты Ричарда Чилдерса. Кенсетт создает сейчас небольшой отрыв от Гордона. И пока это повторение чикагской гонки, где, ну, еще за десять кругов до конца ни у кого не вызывало сомнений, сможет ли Гордон догнать Кенсета или нет. Но все изменилось очень-очень-очень быстро. И вот тогда вот Джефф, имея в принципе очень быструю машину, он мог чисто пройти Кенсетта, но не стал особо церемониться. Рестарт на 231 круге сейчас. 33 смены лидера были в этой гонке. И это гораздо больше, чем в прошлом году. Гонка проходит существенно динамичнее. Рестарты, обратите внимание, проходят в два ряда. Слева находятся те пилоты, которые проиграют лидерам круг. И более это сделано для того, чтобы они могли вернуться в лидирующий круг и при следующем желтом флаге уже бороться впереди. И вот Мэтту Кенсету удался блестящий рестарт. Он сразу же создал порядка секунды отрыва от Джека Бартона и Кевина Харвика, которые на длинные дистанции могут идти потенциально быстрее Кенсета. Но хватит ли 20 кругов для того, чтобы предпринять атаку в борьбе за победу в этой гонке, и сейчас уже вся тактика ушла на второй план. Пидстопов до конца не предвидится. Ну, если, конечно, не будет желтых флагов, и кто-то не рискнет поставить уж совсем свежие шины. И вот сейчас потихонечку разделываются лидеры с круговыми. Борьба за победу переходит действительно в открытую фазу. Джефф Гордон и Джимми Джонсон, лидеры Хендрик Моторспортс, идут на четвертой и пятой позиции. Их машины чуть-чуть медленнее, возможно, в этой гонке. Но с точки зрения результата, я думаю, что их нынешнее положение вполне их устраивает. Куан Пабло Монтоя, он проигрывает сейчас целых два круга уже, потому что больше, чем 100 кругов шли гонщики под зеленым флагом. Шли в своем темпе, естественно, все растягивались. Но по позиции Монтоя идет примерно там же, где мы вспоминали его в прошлый раз. Харвик сейчас такое впечатление, что да, быстрее Джеффа Бартона. И Бартон не будет сильно сопротивляться своему партнеру на быстрых треках. И чтобы избежать аэролуза, иногда впереди идущий пилот, зная, что тот, кто его преследует быстрее, специально сбрасывает скорость напрямую, уходит с траектории, дает тому возможность пройти его. Все это именно делается для того, чтобы не потерять машину, как это случилось в самом начале. Показывают нам, что всего лишь один раз за всю историю трека в Калифорнии удавалось сделать так называемый свип, то есть выиграть гонку Гуш серии, которая проходит днем ранее, и гонку Кубка на следующий день. Случилось это последний раз во время августа в своей гонке здесь, в 2006 году. Кейси Кейн тогда был лучшим и в субботу во время 300 миль, и в воскресенье во время 500. Ну а в этом году в Дайтоне, кстати, Кевин Харвик выиграл также и гонку Гуш серии накануне, а здесь Мэтт Кенсет, соответственно, был победителем 300-мильной гонки. И сейчас за 16 кругов до конца он имеет шанс также сделать так называемый свип по ходу этого уикенда. Кевина Харвика нам показывают, лидировал он в этой гонке несколько кругов. 36-й был его самая низкая позиция, а сейчас он идет на втором месте, и у него достаточно много времени, чтобы попытаться выиграть вторую гонку подряд, выиграть вторую гонку из двух в этом году, стать, напомню, всего лишь четвертым пилотом в истории, кому так удачно удавалось начать сезон. И делает он все возможное, чтобы приблизиться, но также важно не переатаковать, посмотреть, как близко выходят пилоты из четвертого поворота близко к стене. Естественно, это необходимо, чтобы как можно лучше разогнаться, и мастерство вот здесь как раз проявляется, то есть лучшие пилоты оставляют себе всего лишь несколько сантиметров запаса. А позади тем временем борьба достаточно плотная, за места в середине второго десятка, в то время как впереди все будет решаться уже ближе к концу. Если сейчас Кенсету удастся держать темп его преследователей, то, возможно, гонка так и закончится. Если же нет, то нас ждет, возможно, повторение захватывающего финиша Дайтона 500, только уже с участием других пилотов. Тони Стюарту удалось прорваться практически к первой десятке. Идет он сейчас в районе 10-15 места. Хороший, хороший это результат, учитывая, что Тони одно время проигрывал целый круг, но быстрая у него была машина. И вот та цена его ошибки, превышение скорости на выезде из питлейн, когда до конца было 90 кругов, и Стюарт не может сейчас бороться за победу. На этой трассе, которая является всего лишь одной из четырех в календаре, где он не выигрывал в Nextel Cup. Гордон и Джонсон идут также очень плотно за четвертую позицию, но не думаю, что здесь будут какие-то резкие действия. Кто быстрее, наверное, тот и будет впереди, потому что они не просто партнеры по команде, а Джефф Гордон является владельцем машины Джимми Джонсона. В NASCAR есть такая категория, как владелец машины. У него также есть зачет владельцев автомобилей. И, в общем, Джефф Гордон, помимо того, что сам выступает, успешно выступает в NASCAR, является владельцем машины Джимми Джонсона, который выступает в последние годы даже лучше, чем Гордон. Сумерки, сумерки опускаются над трассой, но гонка уже практически закончилась, и нельзя сказать, что, как и в Дайтоне, у нас будет финиш под искусственным освещением. Но это играет также свою роль, потому что очень прохладно, все холоднее и холоднее становится, сцепление с трассы улучшается, и те пилоты, которые выбрали агрессивные настройки, предпочли недостаточную поворачиваемость, сейчас получают преимущество. По-прежнему секунда в борьбе за победу между Мэттом Кенстом и Кевином Харвиком, но до финиша еще достаточно много, 12 кругов, все что угодно может произойти. При любых раскладах будут или не будут желтые флаги, финиш будет интересным. Вот на этом круге такое ощущение, что даже еще больше приблизился Харвик к Кенсту. Кенсту, конечно, очень хочется сегодня победить. Второй год подряд выиграть Auto Club 500, но ничего еще не ясно, ничего еще не ясно. Вот как раз нам показывают, что Кевин Харвик может стать первым пилотом за последние 10 лет, кто выиграл первые две гонки из сезона. Джефф Гордон в 1997 году победил и в Дайтоне 500, и на втором этапе, который был тогда в Рокингеме. Сейчас, к сожалению, этой трассы в календаре уже нет. У Джонсона был неплохой шанс сделать это год назад. После Дайтоне 500 он финишировал здесь на втором месте. И как раз за Кенстом напомню, что Джимми Джонсон является действующим чемпионом на Скар. И можно сказать, что в этом отношении Кевин Харвик идет пока по чемпионскому графику. Вот сравнительные скорости в поворотах, но у Кенста она чуть-чуть выше, потому что он находится уже ближе к прямой. Естественно, у него больше открыт газ. 7 десяток, 7 десяток между этими двумя пилотами. И оба сейчас идут на максимуме возможностей. Кенсту-то еще очень нужна эта победа. Вот по какой причине. Напомню, что у него штраф 50 очков за несоответствие машинно-техническому регламенту перед квалификацией Дайтона 500. И его ключев Робби Райзер, основной его ключев, который с ним работает уже много лет, он дисквалифицирован на 4 гонки. И сейчас его замещают. И поэтому Кенсту-то очень-очень нужно, конечно, победить, доказать, что команда способна в любом случае выигрывать, вне зависимости от того, кто находится на капитанском мостике. Что все очень-очень хорошо организовано. Показывает нам телеметрию с машины Харвика. Вот 9200 оборотов в минуту раскручивает его мотор Chevrolet. В конце прямых скорость стабильна за 200 миль в час. И Кевин Харвик приближается, приближается к Кенсту. Полсекунды остается между ними. И вот на таком расстоянии уже может начинать играть драфт. Драфт, который, собственно, является сутью гонки на суперспидвейках. Здесь он не так важен. И авария. Авария за 8 кругов до конца. Дэвид Рюйтеман полностью разбита машина. Огонь. Очень сильный был удар. Посмотрим, что же здесь произошло. Естественно, пейскар на трассе. И сейчас, конечно, да, вот мы видим, что тяжело-тяжело пришлось Рюйтеману. Возможно, контузия у него. Но будем знать, что все. Да, снимает он руль, снимает он оконную сетку. Этот знак говорит о том, что с пилотом все в порядке. И первое, что он должен сделать после аварии, это именно вот открыть эту шторку. Очень быстро сейчас подбегает к нему команда безопасности. Меньше минуты проходит, тушит его машину. Ну что ж, Дэвид Рюйтеман, возможно, несколько неожиданно прошел и квалификацию как к Dayton 500, так и здесь. Но здесь это было для него достаточно обидно, потому что своим временем он выбил хозяина своей команды. И пилот машины номер 55 Майкла Волтрипа. И также был, в общем, в какой-то степени очень расстроен. Майкл Волтрипа после двух этапов будет иметь отрицательное число очков на своем счету. Как раз из-за штрафа в Dayton. Смотрим повтор, что здесь случилось. И да, Грег Бифл очень-очень близко подорвался к Рюйтему, ну и возможно даже был контакт. К сожалению, вот камера ушла сейчас, это уже после удара. Удар, судя по всему, был, да, лобовой, потому что капот полностью смят. И основная часть Toyota уже не подлежит восстановлению. Toyota в этой гонке смотрится достаточно неплохо. Особенно под управлением, да, вот повтор удара, действительно, лобовой удар и даже подпрыгнула машина. Скорость здесь была, ну, около, наверное, 130 миль в час, то есть под 200 км в час в момент столкновения. Да, вот была действительно контузия у Рюйтемана, это повтор. Достаточно такие леденящие кровь кадры, но безопасность, безопасности в NASCAR уделяется огромное внимание. Посмотрите, что голова пилота со всех сторон окружена защитными приспособлениями. HANS, естественно, используется, устройство, которое поддерживает шею. Ну и сама машина очень-очень прочна. Вот у Клинта Бойера в Дайтоне был финиш на крыше, но там он вышел совершенно спокойно, и никаких у него не было проблем, кроме, естественно, досады вот от такого финиша. Возвращаясь к Toyota, Брайан Виккерс здесь под руководством Дуга Ричарда, который был ключифом Грэга Бифла и выигрывал здесь с Бифлом в Калифорнию, все время борется за первую десятку. И посмотрите, что случилось у Харвика. Не сможет он уже бросить вызов Мэтту Кенсету. Левая передняя покрышка прохудилась перед самым рестартом. Вот показывает Ричарда Чилдреса, да. Он сожалеет, сожалеет об этом. Это действительно неудача. Действительно неудача. Каких-то четырех кругов не хватило для того, чтобы закончить эту гонку. И Пейскар погасил огни, значит, что сейчас будет дан рестарт, и Харвик будет совершенно точно последним в лидирующем круге, то есть в районе где-то 17-го места закончит он эту гонку, имея, возможно, лучшую машину в этот день. Синхронно с Пейскаром идет он на пит-лейн. Итак, рестарт, последний рестарт уже в этой гонке. Все сейчас решится. Джефф Бартон на втором месте, Гордон на третьем. И Гордону удается лучше разогнаться. Бартон буксует, он, возможно, ошибается с переключением передач. Его шины буксуют при разгоне с 70 миль в час до 160, на который успеют набрать пилоты к первым поворотам. Его проходят и Гордон, и Джонсон. Ну а Кенсту все это играет на руку. За три с половиной круга до финиша он имеет порядка полсекунды лидерства. Курт Буш атакует Клинта Бойера и проходит его за шестое место. Уже очень высоко сегодня идут Доджи Роджера Пэнски. После схода Кейна они однозначно лучшие в этой гонке для марки Додж. Ну а за победу у нас борьба продолжается. Остается три круга до конца. Кенсет пытается сбросить с драфта Гордона и Джонсона, меняя траектории напрямую, чтобы те не могли получить за счет его машины лучший разгон к поворотам. И, в общем, ему это удается, потому что не столь быстрый сегодня Хендрик Мотор Спортс, как были быстрые Ричард Чилдерс Рейсинг. Но вот у Харвика случилась такая вот досадная неудача с покрышкой. А у Бартона рестарт не удался. Вот показывают нам повтор. По внешней траектории допускается обгонять даже до черты после того, как вывешивают зеленый флаг. На тот случай, что если у кого-то из впереди идущих пилотов, естественно, возникает проблема, чтобы его все могли объехать и продолжать гонку. Бойер контратакует Буша за шестое место. И ему удается вернуть себе позицию. Обратите внимание, Марк Мартин идет сейчас пятым, машина номер 0-1. И если гонка так и закончится, то Марк Мартин станет лидером этого чемпионата. Думаю, что никто не мог представить, что после ухода из одной из лучших команд Носкар Рауш Рейсинг Марк Мартин будет в состоянии показать что-то выдающееся. Но еще раз, еще раз мастерство ветерана. 49 лет Марку Мартину мастерство ветерана дает о себе знать. Бесценный опыт, потрясающий психологический настрой и оптимизм на каждую гонку приносит результаты. Белый флаг, последний круг, последний 250-й круг этой гонки. Даже если сейчас будут уже желтые флаги, никакого овертайма мы не увидим, поскольку был вывешен белый флаг. И Кенсет имеет очень хорошее преимущество над Гордоном и Джонсоном, чтобы выиграть 11-ю гонку в своей карьере. Последний раз Мэтт Кенсет побеждал в прошлом августе в Бристоле. И тогда у него была серия из двух подряд. Побед в Мичигане он выиграл и в Бристоле также ночную гонку. Итак, Мэтт Кенсет выходит из последнего ворота и становится победителем Auto Club 500 второго этапа сезона на SCAR 2007 года. Джефф Гордон и Джимми Джонсон финишируют на втором и третьем месте. Джефф Бартон на четвертом месте. Пятый Марк Мартин, шестой Клинт Бойер, Курт Буш на седьмой позиции. И на восьмом Тони Стюарт, вот это максимум того, чего он смог добиться после своего штрафа в середине этой гонки. На девятом месте Кайл Буш и Брайан Виккерс приносят Тойоте всего лишь во втором ее старте в NASCAR Nextel Cup финиш в первой десятке. И очень-очень хороший результат, тем более, что Виккерс выступает за команду Red Bull Racing, которая также является новичком в NASCAR. Поздравляют Кенсет и сейчас все пилоты, которые боролись с ним на протяжении сегодняшней гонки. Радуются супруга Мэтта, Джека Рауша нам показывают. Вот он слева в шляпе, перелезая сейчас под стену и идет на Виктори Лейн поздравлять своего пилота. Для Форда сегодня восьмая победа из 13 гонок, которые прошли, из уже 14 гонок, которые прошли в Калифорнии. И это лучший результат для производителей. Празднует, празднует Мэтт свой успех. Вся его команда сейчас стоит на стене, которая отделяет Пит Лейн от трассы. И через несколько мгновений на аллее победителей Мэтт Кенсет расскажет о своих впечатлениях по поводу сегодняшней гонки. Мэтт Кенсет лучший в Калифорнии в Буш и лучший в Калифорнии в Некст Эль Кап. Очень эмоционально отмечаете вы свою победу. Что значит она для вас без Робби Райзер? Что значит эта победа в Калифорнии? Ну да, это очень особая победа. Робби, конечно, построил всю эту команду. Он работал с нами все-все время. И поэтому вот сейчас доказать, что мы по-прежнему сильны, очень важно. Харвик был быстрее нас в конце, но вот такая вот неудача у него случилась. И также мы знали, что Бартон может быть очень быстрый, но нам сегодня повезло. И это отличное ощущение. Почему так эмоционально? Я не знаю, ну каждая победа особенная, но здесь, возможно, я слишком волновался. Я знал, что быстрее идут 29 и 31. И вот в конце концов все закончилось очень хорошо. Мэтт традиционно благодарит своих спонсоров, всю свою команду, производителей. И вот результаты гонки на ваших экранах. Мэтт Кенсен, Джефф Гордон, Джимми Джонсон, Джефф Бартон, Марк Мартин, Клинт Гойер, Курт Буш, Тони Стюарт, Кайл Буш, Брайан Виккерс. Хуан Павло Монтоя, сообщу вам, финишировал на 26-м месте. А в общем зачете у нас лидирует Марк Мартин. 5 очков ему проигрывает Джефф Бартон, 26 Джефф Гордон. Следующий этап состоится на перестроенном треке в Лас-Вегасе. А наш сегодняшний обзор подошел к концу. С вами был Федор Бакулов. Смотрите Наскар на 7ТВ.